Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Я сегодня вновь в своей гомеопатической мастерской. Сегодня не будет на канале токарки, сегодня немного построгаем, попилим и пофрезеруем, то есть буду делать доску для подачи пиццы. Шаблон у меня уже давно готов, как его делал, вот здесь в подсказке у меня видео есть. Диаметр, напомню, почти 300 миллиметров, толщина, но думаю для пиццы не надо делать такую толстую подставку. Сделаем допустим миллиметриков 25-22, но в этих пределах, короче говоря, как выйдет, если будем использовать доску 30 миллиметров толщиной. Доска в дальнейшем для подачи будет не из цельного куска деревяшки, а буду щит набирать из реек и тонких там ламелек. Не так давно купил, вот смотрите, вот такие кривые деревяшки, ну они покривели в результате сушки, из сушилки их такими достали. Это канадский дуб, не то чтобы я хотел специально купить кривые, просто продавец сделал большую скидку и сказал, забирай кривые, тебе все равно на мелочь всякую резать. Я думаю, ну почему бы и нет, действительно. Еще почему выбрал дуб канадский, он такой знаете с красниночкой, ну красиво смотрится, тем более красиво смотрится в пласте. Да, я бывает иногда добавляю канадский дуб в разделочные доски в торцевые, там он тоже хорошо смотрится, но вот в пласте он вообще будет смотреться огонь, тем более под маслом. Ну короче, будем начинать, с болтовней своей я пожалуй вам уже поднадарил. Крайние заготовочки отпилим немножко длиннее, чем нужно, так как на краю здесь возможно трещинки. Ну а остальные уже будут короче. Деревяшка, видите, вот она кривая, как в одной плоскости, так и в другой, поэтому чтобы слишком не терять здесь при обработке ее, ну выравнивать плоскости, эту и ту, я распилю эти заготовки пополам, но эту пополам, а вот здесь уже трещинка есть, распилю по трещине. Так будет экономней. Ну теперь можно и строгать. Вот видите. Я иду же. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 размещу это видео в описании. Видите, когда через рейсмус проходили девяшки, здесь прям такие сколы. Макитовский рейсмус не смог хорошо их обработать, но я их в конце концов через слифовальный барабан прогоню, и они у меня будут все одинаковые толщины. Теперь все заготовки можем сложить в единый узор, вот так, сучок на край, все равно здесь будет обрезаться. Ну и ламельки из мирбаум. Вот так. Ну и клеим. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ну и теперь ждем, пока клей полностью полимеризуется. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok